Петроглиф — это понятие, которое имеет широкий смысл. Петроглиф — это изображение о скалах, где бы они не встречались. Иногда в науке, особенно в российской науке, возникали какие-то дискуссии о том, что следует ли строгому смыслу. Петроглиф — это то, что вырезано на камне, а графические изображения, выполненные краской, к ним не относить. Но в итоге ученые согласились с тем, что это схоластика, и разводить их нет смысла. Давайте любые изображения, которые нанесены на плоскости камня, древние изображения, называть петроглифами. Одним из местных сибирско-дальневосточных названий петроглифов среди местного населения является название писаницы. Писаница — это название, которое первоначально не имело отношения к научной терминологии. В русском языке появляется это слово тогда, когда русские люди, продвинувшись далеко на восток, сталкиваются с этими непонятными для них изображениями. Они их интерпретируют как письмена. А некоторые из них действительно были письменами. Скажем, в Забайкале, в Бурятии действительно это были письмена. Старомонгольские или другого типа письменами. И русские их интерпретируют как письмена. И те графические образы, на которых были изображены люди, животные, опять же, их тоже стали относить к письменам. Вот так вот, где древние люди писали какое-то письмо. Но отчасти это тоже имело какое-то правильное наполнение, потому что мы же знаем, что раннее письмо в разных культурах древних, оно часто было фигуративным. И смысл передавался не абстрактными знаками, а какими-то образами. А это долго сохранялось в Америке, например, в североамериканской культуре, это еще могли увидеть европейцы, да и в других, некоторых сибирских традициях тоже это было. Поэтому слово писаница применительно к фигуративным наскальным изображениям, где появляются фигуры людей, животных и так далее, оно отчасти тоже справедливо.